всем привет друзья я вам обещал рассказать о том как наша доблестная патрульная полиция поменяла порядок оформление административных материалов по статье 130 что было раньше не берем алкогольная да там все понятно все абсолютно прозрачно человек должен пройти осмотр на месте продутся на месте согласен протокол не согласен медучреждение отказался протокол в медучреждении тоже либо отказ либо продувание опять-таки драгера и там превышение нормы протокол ниже нормы гуляй себе свободен по наркотическому опьянению они делали по-другому они доставляли людей на осмотр в наркодиспансер там человек если он сдавал биологическую среду ему выписывали сразу протокол в котором писали что он управлял транспортным средством с признаками опьянения чем тут же писали нарушил пункт 2 9 а хотя как у нас запрещено управлять в состоянии они с признаками ну как-то так у них получалось сразу составляли протокол потом ждали там 3-5 дней и когда они получали вывод у врача-нарколога тогда либо этот протокол отправляли в суд если вывод был позитивным если вывод был негативным они эти протоколы теряли просто теряли они куда-то исчезали и никуда не попадали ни в какую статистику кто давно меня смотрит тот помнит я рассказывал я даже делал отдельный запрос чтобы установить количество вот подобных протоколов которые были написаны по признакам наркотического опьянения и которые в итоге не пошли в суд мне тогда белошицкий отвечал что статистика по данным протоколам недоступна поскольку она не ведется то есть никто не знает сколько таких вот левых протоколов они тогда по нас оставляли где-то в середине марта этого года даже ближе к концу наверно марта мне лично начали приходить административные материалы по статье 130 по признакам наркотического опьянения уже в другом виде и спустя некоторое время я увидел что эта система и вот один из подобных материалов которые ко мне попали я вам сейчас покажу то что полицейская вдруг рассказывает врачу-наркологу который которая даже еще не в курсе о том что у них новый порядок был создан вот послушайте это у нас патрульная полицейская или патрульный полицейский савинская из управления патрульной полиции города киев ну как вы сказали что у нас же будут права же будут выучаться или там не надо наша процедура поменялась мы уже не зараз складываем протокол а по висновку висновок прийдет варезий значит варезий а а як что а вы расскажете что зараз происходит я здесь просто пришла мне кажется какие-то нововведения а это же все нововведения уже у вас меньше людей приезжают да ну это нововведения что за нововведения может быть а кто был и театром это нововведение ну так как по процедуре правильной по инструкции у нас ранее было по какой-то там иншой системе а сейчас уже по инструкции это уже висновок будет приезжать сюда там че каждый день че как из управления забирать висновки и в кого подтверждается тоди мы уже складываем по факту управление если они подтверждают это не подтверждить да нет это как раз нормально но бред ну да так написав ты забыл а зараз уже написал потом выкликай а людина не пришла чеша что-то зараз да и анализ и все в апреле там не то что они сказали на шкулане з управления будут ездить з управления приезжает людина забираю висновки а потім нам поведомляю чи тверезый чи пьяный якщо пьяный то мы складываем а люди наш каже місто проживания свой номер телефона нет мы им силаем запрошение я спрашиваю поведомление я завершаю себе в одно я ему вручаю и тут внизу у разі моєї відсутності зазначені день та час прочую протокол и вносить и на круг складывать весь мою участь тобто ему вдаётся запрошение на такое число он приезжает если он не приезжает складывается без его участь а давно уже это? да нет тиждень да максимум ну это наша это первая така а это мы цей протокол будем складывать если подтвердится я его отложу на карту я думаю что будет с часом привыкнуться а сейчас трошки просто людей мав розумеете если тут мало людей на запорожце три люди нас могут закрыть ну в принципе да Савинская рассказывает врачу-наркологу о том что у них произошли некие нововведения что это за нововведения никому не известно статьи и нормативно-правые другие акты которые касаются этой тематики никоим образом не изменились статья 266 КУПАП не изменилась приказ совместный МВД и МОЗ 1452 дробь 735 не изменился постановление кабинета министров 1103 не изменилось закон о нацполиции не изменился никаким способом и даже внутренний приказ МВД 1395 который как раз таки рекламентирует составление административных материалов полицейских тоже никак не изменился в этой части то есть она говорит о нововведениях но они откуда-то взяты просто с головой и вот я себе даже записывал ее цитаты она говорит сейчас мы составляем по правильной процедуре по инструкции раньше было по какой-то другой системе а сейчас по инструкции нет Савинская вы и раньше составляли не по инструкции и сейчас составляете не по инструкции вы просто придумали некий порядок который не соответствует нормативно правым документам вот по инструкции то что ты говоришь ты говоришь что из управления приезжает человек ему отдают вывод открываем значит инструкцию до 1452 дробь 735 раздел 3 пункт 20 выясновок что до результате медичного огляда особо на стан спинения складается в усих выпадках без посереднюю после огляду то есть сразу же после осмотра должен быть вывод не потом сразу же но у вас это было и тогда не соответствовали инструкции и сейчас по новому этому порядку тоже не соответствует инструкции и дальше у трех примирниках перший примирник выдается підпись полицейскому який доставил данную особу на огляд другий вручается оглянуть и особи третий залишается в закрытии охраны здоровья то есть не какой-то там человек приезжает а тот кто доставил ему вручается вывод по результатам осмотра по инструкции отлично вас инструкция дальше она рассказывает ей помогает ее коллега что они в данном случае не составляют протокол они теперь выдают человеку поведомления про запрошение до управления патрульной полиции и до таких вот меня уже стопка этих поведомлений есть что они там пишут они там пишут что такого-то числа приглашается человек причем такая интересная формулировка для составления протокола а вы знаете что будет составлен протокол бред потом они рассказывают что а если не подтвердиться то человеку не надо приезжать что же что же это за такое уведомление и приглашение для человека где фактически говорится приезжайте но если что не приезжайте кстати если что там не написано это только на словах озвучивается что если вывод вы заберете и он будет негативный можете не приезжать хотя в самом этом уведомлении написано что приезжайте такого-то числа для составления протокола ну полная чушь что это за нововведение такое савинская чем это предусмотрено кто этот бред придумал мало того вот это вот запрошение в полицию нарушает прямо статью 254 купал в которой написано что протокол составляется не позже 24 часов с момента установления лица которая совершила админ правонарушения они приглашают через три дня через пять дней через 7 через 10 самое самый большой промежуток по моему я видел был две недели прямое нарушение 254 статьи позже 24 часов потому что личность вы установили в этот самый момент вы же уведомление ему конкретно конкретному человеку пишите значит вы установили его личность а протокол составили с нарушением 24 часового срока дальше врач спрашивает а что там за протокол написано направлении она говорит что это тот протокол который они будут составлять если подтвердиться состояние опьянения а коллега еще потом помогает говорит я его специально даже отложу в какой инструкции это написано ну что за чушь нет такого нигде вот придумали самостоятельно какой-то новый порядок который не существовал раньше то есть предыдущий порядок был неправильный не соответствовал инструкции и новый порядок теперь тоже неправильно и тоже не соответствует инструкции ну и самое интересное во всем этом самое интересное как по мне потому что это выходит немножко за пределы вот этого вот нововведения врач-нарколог говорит в конце то сейчас людей мало если их будет мало нас могут закрыть в управлении патрульной полиции города киева изрядно постарались и с марта месяца вот по декабрь тот кабинет котором находится они сейчас до сих пор открыть то есть патрульные полицейские упаковка города киева постарались и обеспечили этот кабинет достаточным количеством людей которые туда привозят для проверки на состояние наркотического опьянения чтобы этот кабинет не закрылся и это вот вам еще одно очередное косвенное подтверждение того что полиция и врачи наркологи очень тесно сотрудничают части составления вот этих вот левых сто тридцатых чем больше будет людей тем лучше для полицейских у них свои планы тем лучше для сотрудников наркодиспансера которые имеют работу за наш с вами счет вот такие вот новые выдуманные взятые из головы порядки применяют кстати уже не только в киеве уже некоторые другие регионы перебрали себе подобный порядок и делают то же самое я не доверяю этой лживой полиции и вам не советую и и и и и и и